И уже со дня на день в городе развернется новая дорожная кампания. По всему Красноярску начнут латать дыры. На эти цели из бюджета выделили почти полтора миллиарда рублей. И сейчас на прямой связи со студией новостей находится наш корреспондент Станислав Карпович. Станислав, добрый вечер. Я знаю, ты уже больше недели занимаешься темой ремонта дорог. Расскажи, пожалуйста, что тебе удалось выяснить? Андрей, добрый вечер. Действительно, больше недели занимаюсь этой темой. Тема нелегкая, потому что очень много вопросов как у журналистов, так и у самих красноярцев возникает по поводу дорог. Почему же они у нас все-таки плохие? И скажу нашим зрителям, что у новостей седьмого канала уникальная возможность наконец-то ответить на все эти вопросы. Потому что, например, я работаю с журналистом уже 10 лет. И 10 лет мы пытаемся поговорить и с дорожниками, и с властями по поводу того, что все-таки что происходит с нашими дорогами. Наконец-то они решили прийти к нам на встречу с журналистом и все рассказать. И как раз с сегодняшнего дня у нас начинается серия спецрепортажей, которую подготовил. И из них можно будет узнать, почему у нас такие дороги. Возможно ли вообще в принципе сделать у нас такие дороги, чтобы они были хотя бы не идеальные, но чтобы просто хорошими. И сейчас я предлагаю красноярцев распространить первую часть спецрепортажа про качество дорог. Наверное, все-таки придется покупать какой-нибудь страшный, некрасивый джип и чувствовать себя сельским жителем, а не жителем, городом с миллионным населением. Мысли о замене легковушки на внедорожник в голове Евгения, как, наверное, и у многих жителей Краевого центра, возникают с каждым приходом весны. Тает снег, а вместе с ним испаряется асфальт, отправляя автомобилистов по уже накатанной дорожке. В автосервисах сейчас наблюдается небывалый наплыв клиентов. Только здесь мы насчитали порядка 10 машин. Кто-то теряет бампер, проезжая по нашим красноярским дорогам, а кто-то и вовсе всю подвеску. Несколько лет назад подобная неприятность случилась и с нашим героем. С тех пор Евгений Раснов всегда решил для себя забыть о транспортном налоге. По заверениям молодого человека, ему вовсе не жаль отдать 30-40 тысяч за свой Мерседес. Он просто в очередной раз, выезжая на проезжую часть, задается одним и тем же вопросом. А за что, собственно говоря, платить? Есть срок уплаты этого налога. Если я его не уплачу, то мне будет начисляться штраф, пеня, по итогу на меня подаст налоговая служба в суд, ко мне придут судебные приставы, отберут мои непосильным трудом нажитые денежки и бюджет от меня вот эти деньги получит. То есть у бюджета, у власти есть механизм понуждать меня, уплачивать, выполнять свои обязательства перед властью. А у общества, вот у меня как у члена общества, нет ни одного механизма, который бы я мог воспользоваться и заставить того или иного работника администрации, города, не важно, там, края, по боку кого, взять и нормально выполнять свои обязательства. Вот в чем проблема. Спросить, конечно, можно, далеко не всем и далеко не всегда. Такие полномочия есть у госавтоинспекции. По уверению дорожных полицейских, они каждый день инспектируют городские дороги, каждый день фиксируют новые дыры в асфальте и каждый день направляют предписания для устранения обслуживающим организациям. На сегодняшний день таких актов уже составлено более 6 тысяч. Конечно, большинство недостатков у нас устраняется. С этой стороны надо отдать должное дорожным службам. Они реагируют по возможности оперативно, то есть в этом моменте у нас взаимодействие налажено. Чтобы понять, насколько действенны такие меры, далеко ходить, а точнее выезжать не надо. Вряд ли в Кривом Центре найдется хоть одна дорога, не имеющая ям и уж тем более впадин или выбоин. Вот за что деньги платить себе? Все машины готовы. Эта дорога на Матезалке уже набила оскомину не только автомобилистам, но и журналистам. Из года в год. Первые на нее жалуются, вторые о ней рассказывают. Но воссыны не там. В департаменте городского хозяйства называют несколько причин растворения асфальта. Это и ветхость проезжей части, и с каждым годом возрастающая на нее нагрузка. Сейчас на дорогах Красноярска более 400 тысяч автомобилей, и каждый месяц их число увеличивается более чем на 3 тысячи. Основные дороги были сделаны более 10 лет назад все-таки. Основные ремонты 10, 20, 30 лет. Поэтому само дорожное полотно не было предназначено на такую нагрузку. Следует отметить, что в последнее время толщина дорожного полотна, по словам экспертов, постоянно снижается. Если раньше, по условиям конкурса, асфальтовая подушка должна была быть не меньше 14 сантиметров, то теперь всего 7. Причина на поверхности – экономия во всем. Начали выделять денег меньше. Ну, начали уменьшать конструкцию дорожной одежды, допустим. Кто уменьшает конструкцию? Это власти? Ну, власти, конечно. Ну, а кто? Если бы давайте поменьше сделать? Ну, а как? Ну, если у него денег больше нету, он вынужден, да, он хочет, допустим, показать, что да, дорог-то вроде бы ремонтируется столько-то, да. Но, вроде бы, да, мы отремонтируем. А мы, там, а результат... Зачем уменьшение увеличивается? Да, значит, площадью, грубо говоря. Ну, да, площадь вроде увеличила, или осталась та же самая, но слой тоньше запустим. А это же влияет? Ну, конечно, влияет. При этом эксперты уверены, сделать наши дороги, если не идеальными, то хотя бы просто хорошими, можно. А вот как – узнаете из следующей серии проекта, которая выйдет в среду, 17 апреля. Станислав Карпович, Марат Мухамедшин, Александр Шевелев, 7 канал, Новости 24. И как раз сейчас мы находимся на улице Матезалка. Это как раз та самая дорога, которую мы снимали еще 1 апреля. Воду здесь уже откачали, дорогу также засыпали песчаной, гравийной смесью. Но, как мы видим, машин на самом деле очень много, поток машин просто нескончаемый. И ямы здесь все-таки так же, как были, так и остаются. Но при этом хочу добавить, что для жителей близстоящих домов, то что эту дорогу все-таки отремонтирую. Правда, не в этом году, а только в следующем. Вот такая вот хорошая новость для них. Андрей.